Ребята, всем доброе утро! Нам письма не пришли, сегодня понедельник. Ничего нету. И мы с самого утра сейчас направляемся на встречу с нашей хозяйкой по квартире. Вот, нам нужно с ней решить один вопрос, потому что мы сейчас едем в кафешку. Мы сегодня не завтракали, еще не пили кофе. Сейчас сразу же просто оделись, собрались и все, и полетели. Потому что мы сегодня поздно проснулись, но мы вчера очень поздно легли спать. Так что, если мы с Ваньком немного опухшие, то не обращайте внимания, сейчас все сойдет. Ладно, все. Мы едем сейчас в город Сан-Хугат. Вот он недалеко от нашей террасы. В этом городке, смотрите, уже все зеленое. Я в шоке. Деревья уже все с листиками, как летом. Странно, нет, Зоя? Наверное. Ты посмотри, у нас еще нигде ничего не это, а здесь уже все это. Круто, я бы сказала. Супер. Сегодня опять пасмурная погода, но думать нельзя. Нужно делать дела. Сегодня понедельник. Так что, даже с такой пасмурной погодой, нужно, короче, двигаться. Вот. Мы сейчас едем. Нам осталось сколько минут? Две минуты ехать. Мы где-то в кафешке должны встретиться. В одной из кафешек. Ну, я не знаю, где мы встретимся. А, она прислала дирекцион, но не знаю. Нет, она сказала, я не знаю, это адрес нет. Я поставил прямо в центр. Ааа. Ну, все где-то в центр. Около монастыря. Туда была, та. Плассаии монастерию. Пласса 포인тория. Пласса beaches. Ну, нет, это… Пласса монастерии. В этой идее мы уже приехали, вот где Пласса монастерию, но все видим. Мы все где будем искать? Пласса�� с ликой. О. Значит нам туда. Нет? Блллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллár, ск LOVE, друзья testingwww. Смотрите, у нее пустые которые были удRock, Так, вот это, наверное, у нас аютоменто. Наверное. Так, и круг здесь. Ну, не на платье, а вы за что-нибудь. Мы сидим в кафешке в красивом месте. Тут рядом монастырь. Мы уже все пообщались, поговорили с нашей хозяйкой. Очень у нас хорошая хозяйка попалась. Просто обалденная женщина. Я еще таких испанок не встречала. Ты встречал таких добрых? Не, ну, встречал, но для меня, что нам попалось, это очень классно. Она очень-очень классная нам. Вот, так что все. Едем делать дела дальше. Правильно? Странно, но в Сан-Хугате, в этом городе, все зеленое. И одни бабульки, заметь. Ну, потому что это город, точнее... Здесь очень богатых людей. Это город очень богатых, во-первых. И, во-вторых, в основном богатые здесь все-таки уже старшее поколение. У них такие пенсии бешеные. Пенсии, да, здесь у них бешеные. Заработались за всю жизнь. И сейчас, конечно, они шикуют. И это классно, когда человек прожил всю жизнь, проработал всю жизнь на одном месте. И, может, в конце... Ну, никак не в конце, но как бы в таком возрасте уже расслабиться. Осадок жизни вести в роскоши. Ладно. Все, пошли. Поехали дальше. Куда мы дальше едем? Смотрите, какой на витрине торт стоит. Красивый. Искусственный, но красивый. Мы приехали в этот магазин. Оказывается, это не магазин, а склад магазина. Например, когда все закрыто было, казалось, что это в магазине. Вот, мы взяли, короче, журнальчик. Какой-то адреса есть, кстати, знаю. Но он сказал, что сегодня закрыто утром, да? Да, утром закрыто. Утром закрыто. Ладно, все. Едем. Сейчас посмотрим. Наконец-то. Наконец-то мне дали кофе. Башка раскалывает. Мы не завтракали, не пили, ничего не ели. И вылетели. Вот, сейчас приехали в мой любимый кебаб. Три звезды. Да, я же обещала. Да. Долгое обещание держала. Кстати, вкусно сделали. Ваня попросил, чтобы сделали меньше кофе. Да. И побольше молока. Вкусно. Еще и пену сделали вообще. Сейчас даже попробовать, потому что у меня тоже голова болит. Я не стал кофе, я потому что люблю кебаб с колой. А кофе заказывать потом еще и колу, это слишком, мне потом живот взорвется. Хорошо. Хорошо? Да. Ну да. Мой любимый кебаб. Ну как кебаб, ты тарелку заказал. Ну это плавка кебаб называется. Да. Потому что можно заказать в тарелке. Я взяла себе детскую тарелку. Смотрите, детская тарелка. Детская тарелка, да. Потому что Катя вот такую не съедает. Да, это обычная взрослая тарелка. Я всегда детскую заказала. И это все можно еще заказать в булочке вот такой вот. Пита называется. Они ее разрезают, да, Пита называется, и туда все засовывают. И лаваше, называется Дурум. Дурум называется. Дурум, да, называется. Дурум, Дурум, Дурум. Ну вот этот самый вкусный. Я обожаю кебаб. Вкуснее, где больше нигде не делают. Да. Катя, хотел сказать? Всем приятного аппетита. Я тоже хотел сказать. Всем приятного аппетита. Вот, у меня все. А у Кати, смотрите, еще сколько. Катя, у нас такой едок. Придется хрюшком доедать. Вроде тебя. Ну да. Ой, очень вкусно. Оно очень много. Очень много детскую тарелку не съела. Очень много. Я, знаешь, как-то съела и не заметила. Зая, ребенок не съест такую тарелку. Очень большую. Не знаю. Я не знаю, какой ребенок. Вот такой, что ли? Обычный, стандартный ребенок. Голодный. У меня стандартный ребенок. Хотя у детей аппетит, конечно, зверский. Я помню себя ребенком. Я могла съесть больше, чем в этой тарелках. Особенно, когда гуляешь. Прибегаешь со двора. Кушать хочется. Что у нас, бабушка? Створился я торляк у пельменей. Один большой пельмень. И грызешь. И грызешь. И кушаешь. Так, мы приехали уже в торговый центр. В баре-центр мы приехали. И зашли в аптеку. Я купила себе, наконец-то, уход за лицом. Новый. Давай. Новый. Потому что тот, который у меня был, он совершенно не подходил к моему лицу. И я думаю, вы тоже все заметили, что кожа у меня очень сильно испортилась. Сейчас не буду уже показывать. Покажу вам уже на бьюти-канале. Попользуюсь немножко. И уже скажу вам, как бы подошло или нет. Ну, заходила я в аптеку. Купила я аптечную косметику. Но она всем вам знакома. Я решила взять Биодерма. Решила, хочу попробовать ее. Посмотрела я отзывы на ютубе. Многие ее рекомендуют. Все довольны. Вот решила тоже попробовать. И купила всю серию для ухода. Мы заходим в магазин смотреть шкаф. Пошли. Так, тут шкафов нет. Там дальше они. Так. Симпатичный, но очень длинный. И цвет не тот. Да, мы привередливые. А все они. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот еще, что за мода у шкафов этих? Две половины одинаковые. Вешаешь и одна полка. Вешаешь и одна полка. Мне так не нравится. Глубокий? Пошли дальше, значит, смотреть. Хай. Вон, смотри, какая подсветка. Изголовье. Прикольно. Так. Здесь вроде детские. Знаешь, шкаф вместе с кроватями вот. И вот. А вот белый. Смотри, шкаф. Какой он глубокий, да? Блин, вот зачем 60 сантиметров делать? Нельзя поменьше сделать? 62. 62 сантиметра. В глубину. Все уголками сделала. Ужас. Гениально. Смотрите, какой прикольный шкаф. Внутри. Открывай эту часть. Вот здесь полки. Да, там внизу выдвигающие ящики, которые выдвигаются. Полка опять. Ну, как бы, Маня говорит, можно сделать полки. Это ничего страшного. Ну, вообще прикольный. Не полностью белый, но вот именно вот как он сейчас его сделали. Вот так вот он мне нравится. Вон белый есть. Ну, мы сейчас туда дойдем. Но вот этот тут прикольный. Мы зашли еще в парочку магазинов. Там тоже неплохие есть шкафы. Но, конечно, блин, мы теперь не знаем, что выбрать, как лучше поступить. Вот. На улице обалденная погода. 23 градуса, да? Где-то до 25. Жарко, тепло, так вообще обалденно. И ветерочек, кстати, тепленький. Да. В машине вообще ужас. Духота. Духота в машине. Мы жвачки купили. Эти с дыней. Очень вкусные, кстати. А тут у нас земелька от моих кактусов. Так, где мой сумка? 24 градуса. 24, да? Все, ладно. Надо что-то думать. И подумать, мы поедем к Ваниным родителям. Там как раз мне посылки пришли. Нам нужно их забрать. Вот. И посоветуемся с родителями, что они нам посоветуют. Как лучше поступить. Ну что, если мы закажем, который подешевле, ждать 2 недели. Надо ждать будет. Ну, чисто белый. Да. А вы видели друга, который вам тоже понравился? То его можно, в принципе, сразу забрать. И хоть сегодня устанавливать, то он не будет. Ну, чтобы его забрать, опять же-таки, нужно поговорить с Ваниным папой. Попросить его, чтобы он помог. Потому что в нашу машину, скорее всего, он не влезет. Он не влезет, он не влезет, он не влезет. Вася вообще круто уселся. Васенька, тебе удобно? Тебе удобно, Вася? Тетюль, вы видели, как он сидит? Ты просто кормил. Да он кайфует, он опять как зайка. Ноги вперед. Зайка. Да задние ноги у него. А, ну да, вот это переднее, вот это заднее. Зайка. Ну и Васечка. Василечка. Да зачем уже ремонт? Заехали в другой магазин, и смотрите, какая стена крутая. Зай, мне нравится эта комната. Как холодная. И вот это вот тоже красивая. Да? Да, вот это кирпичики, как мы любим. Представляешь, что это на кубе. Да, представляю. Мы увидели классное кресло. Круто. Оно встанет, оно так не видно, что это за кресло. Вот оно вот так держит. Все, мы купили шкаф, все документы взяли. Единственное, что забрать, мы его сможем завтра утром. Вот. Так что завтра утром мы поедем за нашим долгожданным шкафом. Шкафчиком, шкафом, шифонером. Сейчас идем в Каррифур. Вот в Каррифуре у нас есть вот такие вот пироженки. Слоеное тесто, заварной крем и фрукты с яблоками. Что взять такой? Корзиночки. Здесь корзиночки. Возьмем. Возьмем корзиночки. Или прям целый тортик возьмем. Не знаю. Может вкусно будет? Или вот эти. Смотри. Вот эти пироженки. Почему это? Это, надеюсь, не надо? Не знаю, надо спросить, что это. Потому что если это нато, мне даром такого не надо. Бедняжка. Ну вот, на тебе, нато, смотри. Прекрасная нато. Слушай, может и такое взять тортик? И покушаем. Нет, не хочешь? Все, значит я беру корзинки и все. Давай попробуем, может она не вкусная вообще. Ну давай корзиночки. А то можно вот и такое взять. Но вот это вот, и вот это вот, это два разных десерта. Нет, ну ингредиенты-то похожи. Ну, как бы да. Только здесь песочное тесто, а здесь слоеное. Или сразу это возьмем? Тут, конечно, есть нечего. Давай вот этот возьмем. Давай вот этот возьмем. Все, берем, значит, этот. Сейчас пока будем ехать, смотрите, 5 евро стоит такой. Да, такой тортик. Сколько здесь грамм? Ну, здесь... Не указано, по-моему, да? Нету грамма. Кстати, он портится первого числа. То есть завтра, да? Почему нету веса? Не знаю. Мы заехали на мойку, помыть машину, потому что, смотрите, она у нас вся в пыльце. Абсолютно вся. И Ваня в этом... Да, пропейся, нет? Нет. Не делай. Нет. Я только еврик. Ну, положи еврик. Евреи. Нет. Вот, и она вся в пыльце, и Ваня говорит, блин, давай помоем. А еще нам... Ай, ты током бьешься. А еще нам в этот... В окно, видите, что-то кинули. У нас есть такая клякца. А тут еще птичка сходила в туалет. В общем, пора мыть машину. Вот. Так что мы заехали сейчас, и Ваня будет ее намывать. А? У нас здесь на мойке. Вот здесь нужно менять бумажные деньги, а поменять на монеты. На евро. На еврике, да. Чтобы можно было... Ай! Мыть машину. Там только монетки принимают. В этом аппарате. Все? Ваня моет, намывает машину. Щеточка. Дождика просто хочется. Да вот сейчас как раз он, наверное, и будет. Хотя нет, нельзя дождик. Зай, у нас там белье сохнет на балконе. Ну, подумаем. Застирается еще раз. Хе-хе. Тут были в магазине, закупились немного. Я не помню, мы говорили, что мы едем в магазин? Вот. Мы, короче, сейчас приехали к Ваняным родителям сниматься на семейную кухню. Смотрите, что мы приготовили. Да, сейчас будем пить чай. Так, для этого нужно взять. Так, для этого нужно... Что такое? Капает. Капает все на тортик, подержи. Это попросили купить. Что мы тут еще купили? А, нужно тесто. Так, подержи камеру, а? Так подержать или не так? Подержи. У меня всего залило. Залило. Помните? Помните, да? Помните? Какой этаж? Помню. Мабулька намахает. Значит, все. Значит, все, да? Все? Выкрывай. Какой ты молодой. Ваня, ты не хочешь? Кого? Хочешь? Купай на ночь глядя. Блин, на ночь. Семь часов, на ночь. Все пойдет в кадр. Ужас. Трудовые будни семейной кухни. Ужас. Я гречку перебираю. Как голушка. Да. У нас там салатики всякие разные. Ваня, Ваня, шанишка не балуется. Это сухо. Шанишки? Ну, это уже шанишки, это пирожки, не пирожки. Дайте мне доделать салаты, чтобы кушать можно было. Кстати, и кто не знал, мы это все едим потом. Да. Да, кстати. Может, кто-то подумал, что мы это потом... Выкидываем. Что мы все это потом едим. Никто не знал? Ну, не знаю. Может, кто не знал? Мы сейчас будем ужинать. У нас скоро на семейной кухне выйдет новый рецепт салата Цезарь с новым соусом. Держите, тетюль. Вилочки. Так что мы кушаем. Всем приятного аппетита. У меня аж слюня выделилась. Давай быстрее. У нас никто не хочет чай, так что мы с тетейлой его сами будем пить и кушать этот тортик. Зайчик, помоги мне. Ну, ты как тортик? Тортик-пирог. Пирожное большое. Потяни. Там вот эти штуки. Да, вот так. Нужно открыть. О, наелись так, как было. Очень вкусно. А, красота. Я обожаю такие десерты. Партик, вкусно? Партик, дайте, жидким. Да, это, желешка, которой поливаются тортики. Я думаю, да. Я думаю, вкусно. Ты тоже будешь? Нет. Или да? Или ты сейчас говоришь, что нет, а на самом деле да? Хотя бы никогда не делал. Никогда так не делаешь. Ножик у нас только один, да, чистый? У нас просто нужно зарядить эту посуду. О, это тоже поточили. Я вчера первый раз ножик вот еще. Классно поточил. Такой остренький. Вот тоже поточил. Ладно, нарежь, пожалуйста. Потом этот ножик помоем. Хая! Вам вот так, на своих? Да, да, вот так. Ну, вот так. Вот так, да. На, на такие кусочки. Ты прям руби его. Хрязь! Ладно. Вот это, я так понимаю, этот. Вроде как заварной крем. Не надо. Нет, это не надо. В таких они на то не используют. Ладно, у меня там чайник закипел, так что я пошла делать чай. Вася пришел? И упал. Упал и уснул. Вася, тебе там прикольно на полу? Ну что ты его согнал? Май хочет пройти, а Вася ее не пускает. В моей кухне. Я тут хозяин. Хозяйка. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи. 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 Ну, и он любит обниматься. Он добрый. Добрый котэ. Котэ любит обниматься. Хи-хи-хи. Оно сама на него нападает. Ага. А он такой невозмутимый. Ребят, мы уже дома Собираемся ложиться спать Сегодня был сложный день И завтра он не менее легкий Вот, поэтому Всем спокойной ночи Я уже умылась Я уже, в принципе, готова ложиться спать Я сейчас смонтирую влог и влюлю Так что всем спокойной ночи И всем пока-пока До завтра Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии Люблю вас очень-очень Субтитры сделал DimaTorzok